А вот грузчика из Тверской области Алексея Сухобокова держат под арестом в СИЗО за якобы «оправдание терроризма». По версии следствия, он в частном разговоре радовался взрыву на Крымском мосту. Все обвинения основаны только на показаниях его коллег. Кремль продолжает войну с собственным народом. Новые факты репрессий в нашем материале. Задержан за желание жить дружно. Ресурс ОВД-Инфо сообщает, что на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге силовики задержали Льва Соколова. Он держал плакат с изображением кота Леопольда и надписью «Давайте жить дружно». Мужчину увели в автозак. Там его досмотрели и опросили о работе, военной службе и отношении к войне. После Соколова повезли в отделение полиции. Люди просто становятся все более осторожны, смотрят внимательно на камеры. А те, кто не смотрят, те действительно попадают за решетку. И мало того, есть совершенно какие-то одиозные случаи, когда, например, мужчину утащили в полицию за то, что его рядом стоящий человек в метро увидел, что он смотрит картинки и, соответственно, написал донос. И его сейчас судят за распространение экстремистской символики. Человек у себя в телефоне смотрел картинки. Поэтому ни в коем случае никогда не передавайте свой телефон полицейским. Не показывайте, что у вас там внутри. Потому что существует тайна переписки и, по большому счету, без решения суда ваш телефон посмотреть не имеют права. Жителя Таганрога Владимира Шаповалова оштрафовали на 30 тысяч рублей. Как следует из протокола, на теплоходе он в присутствии трех человек позволил себе, цитирую, «высказывания, направленные на дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации», сообщает «Кавказ Реалии». Выписали штраф уже на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии и 69-летнему инженеру-конструктору Владимиру Волнину из Томской области. Поводом стали его антивоенные публикации в соцсети, среди которых видеоролик «Путин – это не Россия», «Нет войне» и пост с объявлением флешмоба «Путин, уйди». От своей позиции пенсионер не отказывается даже после штрафа. Людям, которые начали агрессию и оккупацию, олигархам и правительству нет веры, поскольку они, по всей видимости, воры, мошенники, жулики и неумелые управленцы, так как огромные накупленные средства не умеют направить на развитие страны. Владимир Волнин, житель Томской области, в комментарии изданию ТВ2 «Новости Томска и Сибири». В Ижевске 20-летний парень провел антивоенную акцию в городском парке. Молодой человек вышел с плакатом «Обними, если против войны» и обнимался с горожанами. Местные СМИ сообщают, что позже парня задержали полицейские и оформили на него административный протокол. Эксперты уверены, в России и дальше будут подавлять всех, чье мнение не совпадает с официальной позицией Кремля. Президент России Владимир Путин ужесточил кампанию, направленную на борьбу с антивоенными настроениями в стране. Об этом говорится в отчете Американского института изучения войны. Например, Путин подписал законы, значительно увеличивающие штрафы и срок тюремного заключения за дискредитацию российских войск в Украине.